Доставка продуктов в отдаленные села, дороговизна электроэнергии и незаконная продажа алкоголя. Наталья Кордакова озвучила главе региона Александру Цибульскому основные проблемы окружного потребительского общества. Во встрече приняли участие представители окружных сел. Нинецкий окружной потребительский союз на сегодняшний день обслуживает 16 муниципальных образований из 18. Основной вид деятельности – торговля, а также производство хлеба, мармелада и пряников. Всего по округу открыто 40 магазинов и 22 пекарни. У нас была программа по развитию торговли. За этот период, с 2013-2015 год, были приобретены основные средства. Это практически 40 зданий магазинов, 6 зданий кафе и зданий пекарни, которые сгорели в винтике у нас. Затем были приобретены транспортные средства в количестве 34 штук. То есть, оказана была большая поддержка. Это практически 90 миллионов инвестиций окружного бюджета. Это, в общем-то, дорогого стоит. Кроме этого, у потреб общества имеется 10 зданий кафе. Но на сегодняшний день несколько кафе пришлось закрыть в связи с дороговизной электроэнергии. С 2013 года стоимость электроэнергии возросла в два раза. Всего было потребление организации потребительских коопераций 1398 ватт на сумму 15,9 миллионов. То в 2017 году мы сделали все возможное, провели мероприятие по эффективности, по эффективной экономике энергоресурсов и использовали 712 ватт на сумму 24,5 миллионов. То есть, вот эти суммы возрастают и затраты существенны. И для того, чтобы дальше развиваться, не только общественное питание. У нас сегодня возможно сделать и гостиницы могли вот в некоторых населенных пунктах шире заниматься заготовками. Но вот этот тариф слишком значительный. Между тем, округ не первый год оказывает поддержку потреб обществу по нескольким направлениям. В том числе выделяются субсидии на доставку продуктов в отдаленные села и компенсация за электроэнергию. Субсидии по возмещению части затрат на электрическую и тепловую энергию, твердое топливо, потребляемые предприятием общественного питания. В 2017 году там было 2 миллиона 738 тысяч, сейчас 5 миллионов 52 тысячи рублей на это мероприятие заложено. Ну и субсидии, пятое направление, субсидии в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством хлеба. Также на встрече обсуждались проблемы по доставке мяса и закрытию магазинов в малонаселенных деревнях. Как пояснили представители Нижнепечорского потребсоюза, магазины в таких селах, как в Щели, Натошвицке, Мгле, Каменке и Белушье есть, но нет желающих работать. Там 22 человека всего живет и найти сегодня человека, который бы там работал, вообще просто нет. У нас там и магазин, и хлебопекарня в одном здании, мы можем запустить его завтра, если туда приедет продавец. В этом случае глава региона посоветовал устраивать хотя бы выездные торговли. По словам Натальи Кордаковой, также остро в селах стоит вопрос с нелегальной продажей алкоголя и сигарет. Продажи алкоголя в магазинах потребсообщества упали, но в то же время Ниньцкий округ занимает лидирующие позиции по алкоголизму по стране. У нас происходит на территории муниципального образования незаконная предпринимательская деятельность, которая приводит к обогащению людей и, по сути, это нарушение закона, потому что у него нет права заниматься предпринимательской деятельностью по этому тарифу. То же самое, кстати говоря, Наталья Александровна, связанное с незаконным оборотом алкоголя. Я уже устал разговаривать с полицией, говорю, у нас есть эта проблема. Мы приезжаем в любой населенный пункт, конечно, эту проблему ставят. Что мне говорят Наталья Кордакова? Я не могу заставить местных людей осуществить контрольную закон. У меня не может пойти участковый и сам произвести. Мы, говорит, ищем, и они все отказываются идти производить, начиная от глав и заканчивая от жителей поселения. Пока мы все будем проявлять такое гражданское безразличие, не надо жаловаться. По словам Александра Цибульского, работать в этом направлении нужно совместно и населению, и органам местного самоуправления.